Девушки отдыхают 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 Venom и RSX3 Puzzle White. Как первая, так и вторая пара не стоят больше 70 баксов. Скорее всего, тогда у него был какой-то контракт с Puma, либо его подогревал Федя. Но уже в конце 20-го года мы замечаем значительную прогрессию как в кроссовках, так и в их стоимости. Тут вам и вафли за 700 баксов, и четверки за 350, есть еще фотка в единичках. В общем, видно, что ОГБУДА в настоящее время отдает предпочтение кроссовкам от Nike, и в его коллекции есть весьма интересные и эксклюзивные пары. Моя субъективная оценка коллекции Гриши составит 7 из 10. Да, пары у него неплохие и не самые дешевые, но я не увидел чего-то по-настоящему редкого и интересного, и редкого не в плане количества пар, а именно менее банального. В общем, свою оценку вы пишите в комментариях. Ну а теперь телепортируемся в солнечную Барселону и смотрим, что там на ногах у рэпера Кизару. Глядя на то, как в общем Олег одевается, складывается впечатление, что в свои 32 года он встретился с кризисом среднего возраста. Но серьезно, глядя на некоторые фотки, складывается впечатление, что перед тобой 15-летний школьник хайбист, а не 32-летний дядька. Я не то чтобы осуждаю, но лично мне это кажется слегка нелепым. Совсем чуть-чуть. Окей, на первой фотке помимо школьного лука мы замечаем на ногах Олега жирнейшую коллаборацию Треви Скотта с данками от Nike. И чтобы вы понимали, стоит эта пара в зависимости от размера в среднем 3000 баксов, что в русских рублях составляет 220 тысяч рублей. Да, как-то так и никак иначе. Начало уже неплохое, видимо Кизару решил начать с козырей, ибо пара реально крутая и достаточно редкая. Окей, на следующей фотке мы снова видим низкие Данки в расцветке Венир. Эта пара уже чуть подешевле, но тем не менее в среднем 300 баксов тире 22 тысячи рублей вам придется отдать, чтобы ее загробастать. На следующем фото мы видим еще одну коллаборацию низких Джорданов с рэпером Треви Скотт. Стоимость этой пары 1500 баксов, что в российских рублях составляет 110 тысяч рублей. Смотрим дальше и видим еще одни низкие единички стоимостью в 300 долларов. То есть мы уже можем сделать с вами вывод, что любимым брендом кроссовок Кизару является Найк. И в доказательство этому я могу привести в пример клип шестилетней давности на трек «Никто не нужен», ибо даже в этом клипе он хоть и в дешевых, но в кроссовках Найк СБ Стефан Яноски за всего 100 зеленых долларов. Ну а на данный момент времени мы можем сделать вывод, что Кизару является большим фанатом Данков и первых Жориков. На самом деле это достаточно типичный и банальный рэперский набор, за который я могу поставить оценку всего 6 из 10. Да, пары у него дорогие, да, редкие, но они достаточно однообразные и типичные для его рода деятельности. Все же хочется, чтобы рэперы не носили поголовно одни и те же кроссовки, а искали для себя нечто новое, что придаст их образу некую, скажем, изюминку. Потому что, когда у тебя есть куча денег, ты никого не удивишь заезженными данками, даже если они куплены за 3000 баксов. Но серьезно, надеюсь, вы мой посыл поняли. Ну а теперь посмотрим на Платину 300. Кстати, мало кто знает, но настоящее имя Платины Роберт. Да, именно Роберт по фамилии Плаудис. Не знаю, как вы, но когда я впервые это узнал, был слегка удивлен. Мне всегда казалось, что он какой-нибудь Костя или Андрей. А тут на тебе, Роберт Плаудис. К огромному сожалению, инстаграм Платины не может похвастаться большим обилием фотографий в полный рост. Поэтому в его случае мне придется воспользоваться клипами и концертами. Что касается в целом образа Роберта, он, скажем прямо, не самый типичный для русского рэпера, что уже не может не радовать. Платина придерживается, скажем так, рокерского стилька. Это вам и узкачи, и кожанки, плюс волосы длинные. В общем, круто, что он придерживается своего, не похожего на других образ. Так вот, если взглянуть на обложку его последнего альбома Sosa Music, мы можем заметить на ногах Платины весьма интересную пару от американского модельера Рика Оуэнса. Это достаточно странные носочные ботинки на высокой платформе стоимостью в 600 баксов. Да, ботинки максимально странные, но в его образ они вписались максимально круто. Вот согласитесь, что это максимально нетипичный выбор, и пока все рэперы гоняют в одинаковых данках и жориках, Платина делает стиль. Окей, следующую интересную пару Роберта я нашел в клипах на треке Бандана и Навсегда. В них Платина носит еще одно творение Рика Оуэнса стоимостью 800 долларов. Это обычные на первый взгляд кеды, напоминающие Чак Тейлоры от Конверс, только за 800 мать его баксов. Оно и не странно, поскольку Рик Оуэнс плотно сотрудничает с компанией Конверс, он и производит для них кеды, которые можно продавать по фулл прайсу. И если мы с вами включим фристайл Платины на Фастфуд Мьюзик 2018 года, мы заметим на его ногах уже обычные Чак Тейлоры от Конверс всего лишь-то за 100 баксов. То есть мы с вами можем сделать вывод, что любимым брендом Платины является Конверс. Но с ростом своей популярности ему пришлось искать более дорогую и солидную замеду этим обычным кедам. Тут-то Рик Оуэнс и пригодился со своими кедами за 800 долларов. Подытожив, могу сказать, что коллекция Платины мне импонирует пока что больше всех за свою нетипичность. Я думаю, вряд ли вы найдете рэпера, который будет ходить в точно такой же обуви. Сами пары у него тоже весьма дорогие и достаточно редкие, поэтому оценку 8 из 10, я думаю, Роберт заслуживает. В общем, пишите в комментах, чьи кроссовки вам понравились больше всего. Согласны ли вы с моими оценками или нет? Предлагайте ваши идеи, как улучшить данный формат, что добавить, что убрать. В общем, все, что думаете по данному поводу, пишите в комментариях, не стесняясь. Также пишите в комментах, про каких рэперов сделать следующий выпуск и не забывайте про подписку и лайки. А в общем, друзья, жду от вас максимальной поддержки. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok